Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. 93,9. Директор кинотеатра Форум Синема Норманд Лабрензе. Здравствуйте. Доброе утро. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Доброе утро. Итак, вот мы знаем, что 31 октября 2003 года, как рассказывает нам история, в Риге открылся в самой большой в странах Балтии многозадельный кинотеатр Кока-Кола Плаза с 14 залами на 3000 зрительских мест. То есть, вам исполнилось 10 лет, но теперь мы хотим разобраться, как вас правильно называют. Что такое Форум Синемас и что такое Цитаделкино? Какая между ними разница? Потому что говорят, кто так, кто так называет. Форум Синемас – это название предприятия, то есть это СИА. Компания, да. Компания, да. И так исторически уже велось, да, что мы находимся в самом центре. Место очень такое… Бойкое. Популярное. Да, видное, да. И, скажем, во все времена мы сотрудничали с большим предприятием, которые тоже хотят себя показать. Как раз сегодня, 7 ноября 2008 года, вы получили название Парекс Плаза на некоторых временах. В 2008 году. Да. Ну и нынешнее название Цитаделла. Кейно Цитаделла – это просто продолжение, да, поскольку Парекса уже не стал, как такого, до Цитаделла. Это стало буквально через день после того, как вот он… Да, буквально вот на другой день его… Назвался кинотеатром, да. Буквально на другой день банк был национализирован по странному совпадению. Там, наверное, трудно комментировать, да. Да, просто так вот забавные такие исторические вот факты, да. Но сейчас это уже Цитаделла… Как правильно, значит, говорить? Кино… Кино Цитаделла. То есть предприятие – это СИА Форум Синемас, а уже сам кинотеатр, сам дом, да, где мы показываем кино – это кино Цитаделла. А это, ну, так нормально, что вот кинотеатр называется таким переходящим именем? То, значит, одно имя, то другое… Ну, наверное, так, что просто в народе и то, и то название имеет место, да. Например, если у нас будет второй кинотеатр, да, и, думаю, рано или поздно он у нас будет, да, тогда уже более логично-то станет, да, то есть предприятие СИА Форум Синемас, да, будет один кинотеатр Кейно Цитаделла, да, другой будет, ну, не знаю, не важно, по другим названиям. Ну, сайт у вас называется Форум Синемас, да? Да, это предприятие, да, конечно, да. Ну, как мы знаем, Форум Синема лидирует на латвийском рынке распространение демонстрации кино, то есть так по сей день не сохраняется. Так сохранилось, да, конечно, конкуренция увеличивается, да, в Риге тоже мы имеем… Да, то есть сначала как бы с появлением вашего кинотеатра остальные кандидаты в Риге закрылись, кроме Кесунца, а сейчас, я смотрю, стали последние годы появляться и тоже мультиплексы, если можешь так сказать. Ну, да, в последние 3-4-5 лет, да, появились. В торговых центрах. Да, 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 и, конечно, это конкуренция, да. А вы чувствуете эту конкуренцию? Ощущаете? Ну, конечно, конечно, ощущаем, да, конечно, мы сохраняем абсолютное первенство, да, лидируем, да, но все-таки чувствуем, да, это тоже стремит нас думать и развиваться, да. Вы посчитали количество зрителей, которые вот… Там какие-то миллионы, да, какие-то, а сколько? Именно, если говорим об этом кинотеатре, да, в котором действовали, да, больше, чем 13 миллионов… А вы как, по проданным билетам? Да, да, этот бизнес очень, скажем, скурпулезно подсчитывается, да, мы должны отчитываться перед студиями, перед распространителями. А в этом магазине какого-нибудь 13-миллионного посетителя? Нет, могу сказать спасибо за идеи, да, должны подсчитать. Теперь надо ждать какую-то обеспечивающую. Следующую, следующее. 15-миллионный какой-то, что округлое было. Да, 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 да. Норманд Лабренцис у нас в гостях, директор кинотеатра «Форум Синема», мы будем так говорить, кинотеатра «Цитадела», компании «Форум Синема», которому исполнилось 10 лет. Надевайте наушники, у нас есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Владислав Рига, очень приятно, что Норманд сегодня с нами. Вопрос очень простой. Увидим ли мы Сталинград? Спасибо. Да, ну вот забежали мы вперед. Что же вам надо, с чем раньше? Ответ очень короткий и позитивный, да, увидим. Хорошо, тогда вот раз такой короткий и позитивный ответ, сразу, может быть, давайте поговорим немножко о политике кинотеатра. Кто ее определяет вообще? Скажем, вы как-то влияете на нее? Это ваше личное решение? Есть ли цензура? Кто вот выбирает фильмы, которые, скажем, будут показывать? Скажем так, я работаю не так уж давно, да, и потихоньку вхожу в дела, да. Есть люди, которые занимаются репертуаром, да, но это больше такое коллективное решение, да. И насчет того, каких фильмов показывать, не показывать, да, в принципе, принцип очень прост, да. Если у нас есть вера в том, что, ну, хоть какое-то количество людей будет заинтересовано в данном фильме, да, а мы обычно его ставим на экраны, да. А идеология тут не играет роли? Нет, 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 абсолютно, да. Поскольку у нас 14 кинозалов, да, то есть мы можем все-таки очень большой, если так сказать, репертуар одновременно пропускать. А вот вы знаете, что Национальное объединение в прошлом, по-моему, году выступило с таким предложением, чтобы во всех кинотеатрах Латвии обязательно шли фильмы местного производства, то есть латвийские, так сказать. Как вы к этому относитесь? Даже вот, типа, это такой нерыночный фактор, а вот даже как бы в убыток спонсировалось государство, ну, чтобы обязательно вот какие-то латвийские фильмы шли всегда. Ну, если мы смотрим, ну, как ответ, да, если смотрим на другие рынки, например, на литовский рынок, да, а там все-таки, ну, не очень сильно, но все-таки развита местная киноиндустрия, да. Я думаю, там нет никакой связи с политикой, это просто индустрия развлечений, да. И, конечно, мы только за, чтобы в Латвии тоже снимались фильмы, да, речь не идет до политики. А именно, чтобы они всегда были в репертуаре, независимо от того, хоть на них не ходят, хоть чтобы как символ такой, что латвийское кино существует. Вот это, как я понимаю, смысл такой. Нет, ну, все-таки, ну, я думаю, имеет смысл оставить в репертуар такой фильм, на который люди ходят, да, и я тоже сейчас, ну, я имею в виду те фильмы, которые, ну, были бы интересны, ну, зрителям, да. А вот можете немножко приоткрыть, скажем, секрет, как вообще, вот, если вернуться к Сталинграду, как принималось решение по этому фильму конкретно? Путь довольно-таки длинный, да, поскольку путь начинается от уже, ну, тех компаний, которые снимают фильм, да, и потом есть посредники, которые уже имеют права на какой-то фильм, на какой-то территории, да. И если они, скажем, решили, что не будут по каким-то причинам показывать, то мы можем только, ну, посоветовать, что показывали, да. И этот путь такой, ну, иногда не самый короткий, да. И, в принципе, там самые мелкие детали, не знаю, какая-то задержка была, да. Но мы внутренний просмотр фильм, фильм сделали две недели назад, да, и, конечно, решение было, да, что, ну, нужно, да, что нужно, да. А выглядело ли то, что вот показали, что он в России появил рекорды посещаемости, как я понимаю, в других странах тоже он как бы... – Конечно, это тоже имеется в виду, это имеется в виду, если фильм, ну, в принципе, если фильм хороший, то он очень часто везде хороший, да. А есть, конечно, исключения, да, но если фильм такой, который, да, очень посещаемый, тогда, конечно, имеет смысл, ну... – Хороший вы имеете в виду? Это кассовый посещаемый фильм или это, ну, хороший по, скажем, своей, да, судьбой? – Конечно, кассовый фактор очень важный, да. — Но в данном случае вы говорите о кассовости, да, вот именно, когда говорите «хороший», потому что по тому же Сталинграду есть очень разные мнения, и, скажем, все они справедливые. — Да, ну я думаю, там будет и кассовость, да, и тоже очень фильм очень сильный такой, да, конечно, и то, и другое в этом случае. — Но этот фильм в 3D, да, снят, я так понимаю? — Он снят в 3D, но там еще под вопросом, да, в каком формате он будет показываться. — У вас? — Ну, как я рассказывал, да, этот путь все-таки там начинает. — То есть он может быть и не в 3D показан? А почему? — Это связано просто с издержками, например, на дублировании, да, там на всякие такие вопросы, да, то есть там, ну, и та сторона, которую мы видим, когда приходим в кинотеатр, да, сразу фильм идет, да, там та сторона, которая и за этим фильмом, пока его, скажем так, сюда привезти, обработать, все сделать, да, там все-таки очень, очень большая работа, да, и с этим связано много разных вопросов. — Ну, тут же как раз была вот мысль привлечь дополнительную аудиторию молодежную, в том числе, которая еще, так скажем, падка на вот эти эффекты 3D со стороны режиссера, да, Ваннарчука, то есть, и часть, видимо, как-то все-таки, наверное, не поймет, если его покажут не в 3D, нет зрителей? — Может быть, да. — А вообще, как вы считаете, что касается российского фильма, наверное, все-таки больше шансов попадают на наши экраны тем, которые связаны с каким-то то ли зарубежным продюсером, то ли с какой-то зарубежной фирмой взялась их прокатывать? — Нет, абсолютно нет, скажем, у нас в репертуарах довольно-таки много российских фильмов идет, да. Нет, абсолютно не такое, да. — Нет такой связи, да. — Ну, если мы Светлакова пускаем, то, конечно, он на него приходит, да. — Норманд Лабренцис, директор кинотеатра «Форум Синема» у нас в гостях. Сейчас прервемся на новости и рекламу. Через несколько минут продолжим. Звоните нам, пожалуйста. — Мы знаем. Вы слушаете. Радио «Болткома» 93,9. — Гость в студии директора кинотеатра «Форум Синема» Норманд Лабренцис. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939, 672-13-939. — Кинотеатр «Киноцитаделла». — «Киноцитаделла». Ну, вот мы тут разбирались с названиями долгое время. Кинотеатр «Цитаделла», «Форум Синема» — это компания, но все равно все говорят и так, и так, поэтому мы будем как-то вот искать какой-то компромисс все время по ходу дела. — Пишите нам также в видеочате на портале MixNewsLV. — Вот у вас сейчас «Форум Цитаделла» изменилась система. Вот когда приходишь на второй этаж, там вот проходишь залы, раньше был магазин где-то так сбоку, а сейчас надо, чтобы идти вот в зал пройти, там надо вот именно пройти через магазин в таком обязательном порядке, как вот через там рамку в аэропорту, условно говоря. — Это специально сделано, что вот люди вынуждены идти через магазин, чтобы там что-то купить? Или вот… — Можно, конечно, не через магазин, но в основном получается через магазин, да. Если мы вспомним старые времена, раньше тоже только колбасу за прилавком продавали, да. — А это увеличило число продаж в магазине? — Я думаю, однозначно, да, но мы в самом начале только, да, сейчас буквально неделю назад мы финишировали этот процесс, закончили, да. — Принцип совсем простой, да, что человек даётся возможность самому выбрать, да. И то же самое, что принцип супермаркета, да, когда мы заходим в магазин, тогда мы выбираем, что выбираем, да. — А вообще про то, что попкорн — это прибыльное дело, да? — Да, конечно, конечно, не будем сказать. — А вы вот согласны с этой вот общеизвестной такой формулой, что кино — это коллективное сновидение? — И вот если да, то вот как это вот вступает, скажем так, в противоречие с эстетикой поедания закусок, там, попкорна на сеансах? — Как это сейчас? — Сон, если это коллективное сновидение, то это такой процесс интимный, да, это еда. — Не, мы немножко иначе это называем, да, это как на русском будет. То есть это, ну, если сравнить, например, просмотр фильма дома, да, даже если там домашний кинозал, там, да, но это одно, да. — Кинотеатр — это другой опыт, как мы называем кино, going experience, да, то есть если так на английском, это, ну, опыт просмотра фильма в кинотеатре, да, то есть все эмоции, да, большой экран, там, да, если это 3D, эти эффекты, да. То есть мы говорим о том, что человек просто приходит в кинотеатр и даже, можно сказать, уходит из реальных, ну, из ежедневных, там, проблем и суеты, да, просто он в позитивном смысле, слово отключается, да, от бита, да. И если мы так говорим, что, я думаю, это, ну, не настолько сильно интимное, да, ну, время провождения, да. — Понятно. — Это просто, просто такой, ну, кайф, да. И, ну, попкорн, все-таки, наверное, неотъемлемая часть этого процесса, да. Конечно, всегда найдется люди, которым это, может, не нравится, да, но опять, если посмотреть там, ну, на цифры даже, да, то, ну... — Но, к сожалению, вот, как мы знаем, нашлись люди, которым это не нравилось до такой степени, что в кинотеатре устроили стрельбу. — Ну, да, был случай. — Был такой случай, да. — Ну, я думаю, это не наш, это, ну, я думаю, не попкорн это повод, да. — Ну, да, просто писали о том, что вот раздражало человека, вот, убийцу раздражало поедание попкорна, и поэтому он застрелил, так сказать. — Да, ну, это, я думаю, это как, то же самое, если мы едем на улицу, да, как мы решаем вопросы, как мы решаем какие-то... — Это не метод, конечно. — Да. — А вот я знаю, что у вас сходил, у вас как-то такие вот, ну, не совсем везет с депутатами. Я знаю, к вам сходил депутат Райвизинтерс, посмотрел фильм «Куалка-кул», разразился какими-то гневными отповедями. И я знаю, что к вам сходила, по-моему, это был евродепутат Сандра Каунет, и обнаружила, она, видно, в кино не ходила, обнаружила там, к своему ужасу, субтитры и на русском языке тоже, о чем написала статью. Как же так в Европейской стране, стране Евросоюза субтитры на русском языке, написала она возмущенно где-то у себя. Я понимаю так, что вот, в принципе, если вот, не дай бог, примут какое-то решение, что не нужны нам субтитры на русском языке, ваше, как бы, очень большой будет удар по вашему кинотеатру. — Не, ну, я опять, ну, совсем не хочу лезть в политику, да, просто мы заботимся наших посетителей, да, и, как мы знаем, тут, ну, два основных языка есть, да, то есть, если, ну, фильм обычно идет на оригинальном английском языке, да, что, я думаю, очень позитивно. — Безусловно, да. — И, скажем, субтитры идут на латышском, на русском, да, ну, как кому удобнее. — А кто их делает, субтитры? Это специальная служба? Это к вам относится или это отдельная? — Ну, это не мы делаем лично, да, ну, конечно, те фильмы, которые мы распространяем, да, это, ну, как будто держим руку на пульсе, да, это опять, ну, можно сказать, даже индустрия, да, всего этого процесса, да, там есть люди, есть, ну, переводчики, которые получают фильм, да, в таком виде, там, с отрезками, временным отрезками, да, и оригинальным текстом, и там, ну, там, довольно-таки очень, это не просто перевод, да, там перевод должен быть короткий, ну, то же самое время точный, да, емкий, чтобы смысл. — А сколько занимает время субтитрирования одного фильма? Не знаете? Ну, просто интересно. — Трудно сказать, я думаю, пару-три недели будет, ну, трудно так сказать. — Норманд Лабренцис, директор форум-синема у нас в студии, пожалуйста, слушаем вас. Был звонок, пропал. — Был, был. — 6-7-2-12-9-3-9, 6-7-2-13-9-3-9, еще звонок. Слушаем вас. — Доброе утро. — Доброе утро. — Доброе утро. — У меня такие три вопроса, может быть, не совсем профессиональные, но все-таки ответьте. Я ношу очки, и когда я хожу на фильмы с 3D, ну, честно говоря, очень неудобно, две пары очков на носу. Скажите, не существует ли в природе очков, которые могли бы быть уже заранее с диоптриями, которые вот предлагают в кинотеатрах очкоизмененным зрением? Второй вопрос. Ну, это так, чисто вот для себя. Вот товарищ, который, у него дальтонизм, и он вот говорит, что он не хочет смотреть 3D, потому что он их не видит, он их не может воспринять. Тоже вот такая странная вещь для меня, я хотел спросить, так ли это. И третий вопрос. Часто, когда рекламируют фильмы, говорят, в кинотеатрах 3D и IMAX 3D. Вот что такое IMAX 3D? Да, но этого у нас нет, нет, как я поехал. Вот как раз вы подошли к вопросу, подошли к вопросу о 3D. IMAX, вот эта технология, можно ли ждать ее в Латвии, в том числе, это мой дополнительный еще вопрос. Есть ли, значит, какие-нибудь 3D специальные очки для тех, у кого слабо? Да, я пытаюсь. То есть, у меня самого очки, да, то есть, да, конечно, удобнее, если одни очки, да. Я все-таки думаю, что нет специальных 3D очков уже с диоптриями, да, потому что там мы же каждый уникальный, да, там, сколько там, ну, минусов одного глаза. Ну, мы же там просто, вам просто один специальный очки для тех. Я не слышал, да, ну, может быть, где-то есть, но я думаю, как индустрия, это бы очень, просто было очень, скажем так, большая тогда бухгалтерия в кинотеатре, чтобы там вот такая, ёпты, там такая, да. Все-таки, да, там есть какое-то неудобство, да, и тогда, ну, либо нужно тогда надевать вторые очки, да, либо сейчас все-таки медицина далеко ушла, да, и можно довольно-таки быстро от очков избавиться тоже. Другой-то не избавляйтесь. А вот, значит, это... Ну, что, я сижу в двоих очках. А насчет технологии IMAX, это что такое, и будет ли это у нас? Насчет технологии, я там, скажем так, честно говоря, не самый большой корифей, да, в этом смысле, да, насчет технологии могу сказать такое, да, поскольку мы, ну, мы находимся в группе, да, Nordic Cinema Group, это такая скандинавская группа кинотеатров, да, то есть все вопросы такие, ну, стратегические по технологиям, например, по звуку, по показу и так дальше, да, это уже решение группы, да, потому что там, ну, как всегда, да, если, например, покупать для одного кинотеатра, да, тогда такая сумма, если многие тогда... Возможно, когда-нибудь будет технология 3D, чтобы без очков можно было смотреть, я надеюсь. А вообще скажите... А про дальтонизм это вообще был вопрос. Да, про дальтонизм тоже, да, ну, там хороший вопрос, я сейчас не хочу дать ответ, чтобы он не был. Получается, что дальтоники вообще не воспринимают, да, это... Я тоже, кстати, первый раз об этом слышу. А вообще, по-вашему, 3D, вот, одно время, говоришь, все стали снимать 3D, потом вроде говоришь, что технология как бы ушла, а зрителям не нравятся эти очки и прочее. Как, по-вашему, есть все-таки будущее этих технологий? Ну, теряет она популярность 3D. Против, может, как игрушка, все уже там наигрались, посмотрели. И, ну, так скажем, серьезные любители кино, они говорят, что это все баловство и, скажем, отвлекает, наоборот, от сюжета, от всего этого, ну, то есть... Ну, я бы сказал, конечно, место оно имеет, да, но большой вопрос, да, насколько оно еще будет расти, да, потому что, да, этот первый, конечно, был, ну, первый шпибум, да, всплеск, да, и потом какая-то стабильность сейчас наблюдается, да. Я думаю, вопрос, да, такой, будет ли расти дальше, да. Ну, есть, конечно, определенные фильмы, где это имеет место, да, где это имеет место, да. Есть, опять же, определенное количество зрителей, для которых это очень важно, да, чтобы именно, ну, какие-то дополнительные эмоции через это, чтобы получить, да. Еще звонок у нас, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я тоже люблю ходить, смотреть фильмы в вашем кинотеатре, но вот мне тоже не нравится, что соседи в зрительном зале кушают попкорн, и потом второй, да, вы не могли бы во время сеанса, ну, немного, немного уменьшить звук. Ну, вот и все. Ну, звук же громкий, но он же объемный зато. Да, ну, насчет попкорн, я думаю, все-таки, ну, мы даем выбор, да, нашим посетителям, это ответ на тот вопрос. Насчет звука, в принципе, звук ставится недалеко самый сильный, например, уровень, да. Ну, звук, конечно, в кинотеатре, ну, выше, чем дома, громче, да. Ну, так специально стирается. Ну, я думаю, это и смысл, да, это и смысл, да, сейчас эта система, ну, 5.1, да, то есть, чтобы этот, ну, эффект почувствовать, да, например, если фильмы там что-то там сзади или сбоку приближаются. И слышно все, да. Да, ну, это, я думаю, там, ну, это, я думаю, и смысл кинотеатра, да, чтобы, ну, поглубже почувствовать это. А вот у вас показаны замечательные ролики, показаны перед фильмами против хулиганов, значит, люди приходят, какие-то молодые люди, хулигане, там, появляется, там, Дарт Ведер или кто-то еще. А действительно, это есть эта проблема, что вот это, там, приходится вызывать, там, полицию или что? Время-время не бывает, да, время, ну, есть охрана на месте, да, которая и наш кинотеатр, и Стокман-центр охраняет, да, ну, время-время не получается, но обычно по выходным, когда люди уже буйны. Ну, бывает, что кто-то там был буянин в зале и приходится утихомиривать, да? Да, 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 ну, как правило, что это все-таки обычно выходные уже, вечерние сеансы, да, когда люди уже на высоте, скажем так. А как происходит вот ротация фильмов, скажем, ну, прежний руководитель, а ты сам улынешь, он рассказывал, что там нет ничего личного, только бизнес, вот те, кто внизу рейтинга, три последних, они падают, и, ну, так сказать, вот так. Так и происходит все? В принципе, да, так и происходит, да. Конечно, то время, когда фильм поступает уже, да, это обычно уже студии решают, да, потому что, как, ну, много студий, да, они сами смотрят, чтобы там друг другу на ноги не наступить, да. И, конечно, как только новый фильм приходит, особенно если сильный фильм, да, то какому-то фильму нужно уступать, да. И, конечно, мы смотрим статистику, да, если фильм востребован до сих пор, да, он, конечно, поддерживается дольше. И переходит в маленький зал. Да, конечно, первый, всегда, как правило, самый, ну, первый зал самый большой, это самый, самый, ну, потенциально самый лучший в фильме, обычно, он есть самый востребованный, да, там первая неделя или первые две недели, да. Еще звонок у нас, пожалуйста, слушаем. Это у вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, а есть ли у вас в каких-то планах делать, ну, я не знаю, или как пилотные проекты, параллельные сеансы с какими-то там, ну, с другими условиями? Вот я слышал, что кому-то не нравится поп-корн, ну, значит, и есть зал, в котором нет поп-корна, есть зал, в котором там тише звуки, вот для мамочек были какие-то, по-моему, проекты. И потом еще были, вот, по-моему, все-таки у вашего конкурента, у мультикино, ночь просмотра, когда платишь, там, небольшую сумму и выбираешь, там, из 12 фильмов, ну, посмотреть, может, только четыре, но круглую ночь. Вот такого рода какие-то есть ли у вас пилотные проекты интересные такие вот, ну, немножко нестандартного просмотра по условиям или там поп-корн-фри. Да, в принципе, думаем над этим, да, думаем над этим. Поп-корн-фри, чтобы был сеанс, да, тоже для людей, которым это не нравится. И думаем также над проектом кино для новых мам или для нянь, да. И насчет ночных просмотров, да, сразу могу сказать, да, что вот в рамках нашего День рождения, да, как раз завтра... Да, пока я как раз об этом вас спросить, да. Завтра приглашаем всех на киномарафон, да, то есть ночные. До второго, восьмого, восьмого ноября. Восьмого ноября, начиная с десяти утра до субботнего утра, я думаю, последний сеанс где-то в девять утра закончится сутки. А вы будете выявлять самого выносливого зрителя, как я понимаю. Да, это да, тогда первое. Приглашаем всех просто на просмотр фильмов, да, то есть ночные сеансы 99 сантимов, да, то есть, думаю, очень-очень привлекательная цена, да, и люди очень хорошо уже покупают, раскупают билеты, да, это одно. А второе, завтра в четырнадцать часов начинается конкурс на самый выносливый кинозритель, да. То есть у нас на четвертом этаже, там возле кинозалов, да, такой миниатюрный кинозал оборудованный, где мы поставили старый классический проектор с 35-миллиметровой лентой, да, 10 кресел, да, красных, и сделали конкурс для потенциальных этих... А в чем он заключается? Не, было так, что мы... А, заключается? То есть 10 людей, которые будут бороться на титул самого выносливого кинозрителя, да, то есть им будет все время непрерывно показываться фильмы. Со скольки? С 14-ти часа, да, да, и до победы, как говорится. А как они выбирались, или они должны сами заявиться? Мы сделали в социальных сетях просто предложений, чтобы они, ну, те, которые хотят в этом участвовать, да, и потом просто сделали, сделали, ну, выбрали лотерею, да. Ну, то есть они уже известные эти люди, да? Они уже известные, да, конечно. 10 человек будут сидеть. А как бы на каротичи самого выносливого? А как оно определиться, что он самый выносливый? Который последний останется с Крымилой, да. Нет, по правилам у нас должно быть один. А еще пара там... Ну, подождите, а он сколько будет сидеть там часов? Сутки? Сколько? Как минимум. Надеемся, что не больше двух суток, да, но мы готовы, да. Да, это интересно. То есть там будут дежурить медики там? Конечно, 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 да, все, чтобы, да. Его будут как-то кормить, поить? Попкорном? Да, у него там будет такие, например, в каждые 2 часа будет 10-минуточная пауза, да, чтобы... Все в туалет сходят? Да, в том числе, да. И, ну, в остальное время просто просмотр фильмов, да. Ну, кто уснет, тот уже выбыл, как говорится, да. А кто победит... Надо только следить, чтобы он не уснул, уже может сидеть и спать, а как будто смотреть. Не, ну, будем, конечно, смотреть за этим, да. И тот, кто победит, получит, скажем так, возможность бесплатно приходить в наш кинотеатр целый год, да. Ого, это такой солидный приз. Да, хоть на все фильмы, хоть в жизни. Норманд Лабренцис, директор кинотеатра «Форум Синемо» у нас в гостях. Пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста. А вы не пробовали показывать советское кино, например, или старое американское кино? Угу. Шплендед Паласи показывает, кстати. Да, мы не пробовали. Советское в том смысле, что оно, когда в латвической... Орешки киностудии. Да, да, да. Очень маленький, маленькая, скажем так, маленький интерес, маленькая отзывчивость. Да, очень, да, над этим. Ну, тогда, может, какие-то тематические мероприятия нужно вокруг да около. Типа кинолектория. Да, да, да. Потому что люди все-таки в кинотеатры приходят, в основном, чтобы посмотреть новые фильмы, да. Чтобы на старый фильм человека, ну, скажем так, заманить, может, не самое хорошее слово, да. Нужно еще какие-то, еще, да. А какой у нас, вот, образно говоря, латвийский читайник? Самый кассовый фильм в вашем кинотеатре. Из латвийских, это, конечно, рижские... Ну, это стража Риги. Да, стража. А вообще? А, вообще, это аватар, аватар. Аватар, да, все-таки так же, как и в мире, так и у нас, да. Да, аватар, да, и потом, конечно, как тенденция, это анимация, да. Это анимация, это Ice Age, это Шрек, да, и так дальше. Потому что, ну, анимация, это все-таки, там, с семьями приходят, да. Ну, да, дети, да. Ну, то есть, как бы, мировые тенденции у нас так же, такие же, да. Да, на большие фильмы, скажем так, ну, по-большому, да. А из лидерской киностудии, значит, это Рига Сарги, сторожа Риги, да, у нас? Да, Риги Сарги, Сапни Команда тоже хорош, посещаемый очень был, да. Спрашивают в видеочате вас, как отдельный фильм прибывает в Латвию? Существует ли какой-то ритуал? Пленка приходит бандеролею по почте, ее распаковывает специальный человек, или все происходит через интернет? Нет, через, да, физически приходит, да. Физически коробки, как называемые, яуфы. Ну, ленты, ленты еще приходят для тех кинотеатров, где нету дигитальных проекторов, да. А так, например, у нас все кинопроекторы дигитальные, да. То есть, приходит коробочка, да, примерно размером, как раньше в видеокассета была, да. А, то есть, сейчас как бы все в цифре, да, уже нету уже таких больших коробок. Еще где-то, где-то еще есть, да, где-то еще есть, да. И в Латвии. Еще остались, да. Но у вас такого нет уже. Сами проектора, конечно, есть, да, но показываем уже, ну, в дигитальной форме, да. То есть, да, ответ на вопрос, да, приходят. Вот, коробочки, потом через, через, по интернету приходят и всякие пароли, доступ, скажем так, к показу, да. Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Приемник, потише, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. А не планируете открыть такой, хотя бы маленький, где-то кинотеатр под названием «Ретро», чтобы там, ну, демонстрировать старые фильмы, вот, я помню, 46-го, 48-го годы, типа «Индийская гробница» и другие. Ага, «Глебной человек». Кинотеатр повторного фильма, так называемый, который был в Москве в свое время. Мы сами не планируем, я думаю, ну, тогда, чтобы такой, скажем, кинотеатр открыть, там должна какая-то поддержка быть, да. И даже, я думаю, что права же на эти фильмы какие-то. Права одно дело, да, а второе все-таки, ну, во сколько, ну, скажем, востребовано оно будет, да, там, ну, это тогда, я думаю, должно какая-то дотация быть. Я думаю, раньше, когда были билеты дешевые, там, 10 копеек, это имело смысл, а сейчас может просто не окупиться, да. Ну, в том числе, да, и, например, ну, да, чтобы эти фильмы, чтобы достать их, показать, и, там, качество их формата, и все, да, ну, не так-то просто, я думаю, да. И последний звонок на сегодня, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро еще раз. Здравствуйте. Вопрос. Я знаю, у вас был проект по показу оперы, трансляция или... Да, кстати, вот тоже хотел бы вас спросить. Вот мне, к сожалению, это не очень близко, но вот если у вас проект подобный, я не знаю, можно какие-нибудь спортивные трансляции сейчас тут в преддвериях зимней Олимпиады или, я не знаю, возможно, каких-то знаменательных для Латвии конкретно спортивных или других мероприятий вот в таком вот формате в кинотеатре. Спасибо. И ходили люди на оперу? Пользовались популярно? Да, опера у нас метрополитен, да, ходят люди, ходят, да, и довольно-таки много, чем мы очень рады, да. Насчет других мероприятий. Думаем, что будем показывать чемпионат мира по футболу, как и в большом зале, да. Здорово. Там же такие страсти, там же... Да, там же будет кричать. Надо же болельщиков как-то... Там же поп-горном не обойдешься. Могут и кресло сломать. Это да. Ну, я думаю, все будет в порядке, да. Чтобы пабо творится, в принципе. И не то, что, скажем, наши позиции по возможности больше, мы называем альтернативные, ну, это альтернативные, скажем, другие, скажем так, сатурс-контент, как на русском. Да, содержание. Содержание, да. То есть, например, ну, Олимпийские игры не можем обещать, да, потому что у нас это группа, да, и мы, например, мы их сами не покупаем, да. Ну, скажем, если возможность будет, то, я думаю, мы будем постараться, чтобы побольше спортивных мероприятий в том числе, да. И также мы концерты вживую показываем, да, время от времени, да, то есть, да, однозначно мы идем в том направлении, чтобы и это другое, другое содержание, кроме фильмов тоже было. И вот, собственно, Сталинград когда? Да, когда? Мы так не узнали. Мне кажется, конец ноября. Конец ноября. Точно, просто нету графики, да, я думаю, где-то... Ну, пойдет. То есть, пока подождать, не скачивать пиратские копии? Нет, конечно, там это, ну, конечно, другое качество, другое эмоции, да. А что еще новенького будет, кроме Сталинграда? Кроме Сталинграда? В ближайшее время, да. Есть какие-то планы? Вы имеете в виду фильмы, да? Да, конечно, из блокбастеров. Ну, будет очень хороший фильм в конце декабря, 47 Ронинов, да, это про самураев, да, очень хороший фильм тоже в 3D. Детям будет фильм Frozen, анимация очень хорошая, как раз под Новый год, Рождество и так дальше, да. Ну, и, конечно, как уже каждый год, елки 3 будут, да, в самом конце года. Вы сами все фильмы смотрите, все-все, пока что вы видели все-все фильмы, которые идут в вашем кинотеатре? Все-все нет, все-все нет, да. То есть, конечно, такие, которые вы не видели? Да. Вы вообще киноман? Какие вы фильмы любите? Разные фильмы люблю, люблю разные фильмы, да. Например, если так, ну, какой-то стиль, да, например, тот же самый Тарантино нравится, да. Например, если какие-то названия фильмов, то, например, Крестный отец, там, или Казино, ну, такого формата, да. Ну, так, люблю разные фильмы, да, ну, полностью, полностью всех увидеть, вот, а, до я, это слишком много времени занимает, да. Основное количество, масса фильмов, да, просматриваем, да. Иногда хватает фрагментов, чтобы понять, показывать, не показывать и так дальше, да. Спасибо вам большое. Руководитель форум-синема Норманд Лабренцис был у нас сегодня утром на Болткоме. Спасибо. Все в кино, завтра марафон. Да. Пожалуйста, вот, отмечаем десятилетие. Как раз компанией. Спасибо. Спасибо. И до свидания. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома, 93,9.